Всем привет! Меня зовут Александр Леведев, и если ты случайно попал сюда, то ты на канале Whale Systems. Здесь мы учимся разрабатывать роботов и делаем различные прикольные штуки. Так что можешь подписаться и быть в курсе всех новых видео. И сегодня мы продолжим изучать расширение для работы с сервоприводами PCA9685. И если ты не смотрел прошлый ролик, то вот здесь вот где-нибудь вверху будет ссылочка, переходи на него и посмотри. Он тебе понадобится, если ты будешь делать каких-то шагающих роботов или просто работаешь с множеством сервоприводов. Да, и если ты занимаешься робототехникой, и особенно если ты пользуешься Raspberry Pi 3, то досмотри видео до конца. Там тебя ждет приятный бонус. Ну начнем мы сегодняшнее видео с того, что ответим на вопросы некоторых наших подписчиков. И первый вопрос задал Глеб Кузнецов. Подскажите, выдержит ли одна такая плата 6 серво MG996 при небольших нагрузках на вал? И вообще, сколько док не читал, не смог найти максимальный рабочий ток схемы? Да, в доке на эту плату нигде не указано, сколько максимальный ток напряжения через нее может протекать. Но я уже говорил, что дорожки питания сервоприводов идут независимо от управляющей микросхемы. И у нее дороги отдельные. Так что можно посчитать максимальный ток нагрузки, который пропустит эти дороги, исходя из ее толщины. Нам понадобится только два параметра. Это толщина дороги и слой меди. Слой меди в основном бывает вроде как 18-35 микрон, если смотреть на различных сайтах производителей. Вот если там 35 микрон, то при той толщине он может пропускать максимум 8 ампер. Максимальный ток нагрузки у таких сервоприводов 2 ампера. Получается, что мы можем подключить только 4 сервы. Но вопрос был с минимальной или с небольшой нагрузкой. Так что да, 6 серв ты сможешь подключить. Вообще было бы интересно сделать отдельный проект с максимальным током нагрузки где-нибудь в 35-40 ампер. Если вам интересен такой проект, то обязательно напишите об этом в комментариях. И я еще что-нибудь придумаю. Он в любом случае будет не сложный, но полезный. И идем дальше. Более интересный по мне комментарий задал пользователь Delazare. То, что нужно для Raspberry и ее аналогов. А есть библиотеки под такие компьютеры? И это офигенный вопрос. Он как раз в тему, потому что не все сидят на Ардуинке. Кто-то уже там перешел на Raspberry. Пойдем узнаем. Но перед тем, как мы начнем, стоит сделать важное замечание. Наше расширение работает по протоколу передачи данных I2C. Мы знаем то, что на Raspberry есть I2C. Но если у вас так же, как и у меня, установлено Ubuntu Mate 18, то в нем вы не сможете включить изначально I2C. Так же, например, как вы могли бы включить I2C в Raspberry. Просто перейти в Raspberry конфиг и там уже включить его. Здесь это сделать нельзя. В Ubuntu Mate это считается системными настройками и они защищены. Но не так сильно, чтобы их нельзя было обойти. Поэтому вначале открывайте консоль и поочередно записывайте вот эти команды. Да, все команды вы найдете в описании под видео. Просто скопируйте их в файл и вставляйте. Затем запускаете Raspberry конфиг. Переходите вот в этот раздел и включаете шину I2C. Затем установите инструменты для работы с I2C. И вот этой командой проверьте, какие устройства у вас подключены. Если у вас будет подключено наше расширение PCA9685, у вас появятся в списке адресов адрес 40. Вот теперь все. Мы готовы писать основную программу по работе с шиной. Но предварительно не забудьте импортировать библиотеку Python SMBus, чтобы мы могли писать код в Python для работы с I2C. На просторах интернета можно найти множество библиотек по работе с этой платой для Raspberry. Но я не нашел ту, которая мне бы пригодилась. Мне очень понравилось, как мы делали в прошлом видео в Arduino. Мы прописывали для каждого сервопривода свои собственные параметры. Но такую я не нашел. Не нашел, значит сделай. Ну или переделай. Как, например, это сделал я. Вначале я нашел самую вышную библиотеку по работе с данным расширением. Но там не было нужного мне функционала. Поэтому мне пришлось добавить в класс два новых значения. Это минимальный и максимальный сигнал по работе с сервоприводом. А теперь давайте разберем, как работает эта программа. Подключаем библиотеки. Объявляем, что у нас I2C устройство подключено к первой шине. Создаем объект PCA9685 с указанием номера шины и номера устройства. Создаем объект сервопривода и указываем плату расширения. Канал, куда подключен сервопривод. Минимальный и максимальный сигнал для управления. Подбирается он так же, как и в прошлом видео. Соберем схему и посмотрим, как поворачивает наш сервопривод на угол от 0 до 180 градусов. Если вы досмотрели данное видео аж до этого момента, то вам точно интересна робота-техника. Поэтому специально для вас мы проведем небольшой конкурс с приятными призами. У меня осталось 7 вот таких вот плат расширений для Raspberry, которые я делал ранее. Поэтому у тебя есть возможность получить одну из 7 таких плат. Что теперь для этого нужно сделать? Тебе надо подписаться на канал, посмотреть этот ролик, поставить ему лайк и написать любой комментарий. Для проведения конкурса я воспользуюсь каким-нибудь сервисом. Пока не знаю каким. Посмотрим. А через неделю, 2 февраля, это будет воскресенье, в 7 вечера мы проведем стрим и в режиме реального времени проведем конкурс. Чтобы все было максимально открыто и честно. Так что, чтобы не пропустить конкурс, поставь себе заметки или поставь себе колокольчик. Да, и мне не важно, где ты находишься. В России, в Украине, в Белоруссии. Без разницы, я куда угодно отправлю тебе эту плату посылкой. Итак, мы собрали схему, запускаем программу командой python-rosangel.py и сервопривод вращается ровно на 0 и на 180 градусов. Таким образом, можно настроить любой сервопривод на любой плате расширения. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Надеюсь, оно было для вас полезно. И спасибо, что продолжаете поддерживать проект. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok